Псалом 87 Ты уже знаешь, что сыны Кореевы были псалмопевцами. Заметьте то, что в настоящее песнопение есть песня псалма, так как соединена с пророчеством о Христе. Что касается написания, в конец, псалом сынов Кореевых начальнику хора Намахалав для пения, то другие переводчики перевели победную песню хором, откуда видно, что это песнопение пел не один псалмопевец, а целый хор, причем начинал один псалмопевец, Еман-израильтянин, а ему соразмерно и согласно отвечал хор. Поэтому написано Господи Боже, спасение моего, днем вопию и ночью пред Тобою, да внидит пред лицо Твое молитва моя, преклони ухо Твое к молению моему. Так и каждый из нас должен день и ночь молиться пред Богом, то есть как ему благоугодно, если желаем, чтобы молитва дошла до Него, и наши прошения имели успех, дабы и нам услышать молитвы Твои, милостыни Твои, вошли на память пред Богом. Так как весь псалом написан о Христе, то пророк от лица Христа справедливо назвал Бога Господом и Богом своего спасения. Говоря о спасении вообще, потому что Христос считает виновником нашего спасения, которого Он усвояет в себе, как его начаток, Отца, так как по его благоволению Сын пришел в мир, и мы получили спасение. К Нему Он многократно взывал днем на горе, а ночью в Гессимании, когда Юда хотел предать Его, то есть твердую надежду, просил Отца, чтобы он услышал Его молитву. Какую именно? Отче, если возможно, да минует чаша сия мимо Меня, чтобы не пить мне ее. Впрочем, да будет воля Твоя. Преуклони ухо Твое к молению Моему, то есть отнесись со вниманием к Моей молитве и вспомни то, о чем Я прошу Тебя, потому что не за себя молю, а за тех, чей образ и вид принял Я. Их четвертое. Ибо душа Моя насытилась бедствиями, и жизнь Моя приблизилась к преисподней. Каких зол? Человеческих, потому что Я ношу грех всех людей, так как те, за которых Я принес уплатить долг, были должниками смерти. Я сравнялся с нисходящими в могилу. Я стал, как человек без силы. Я, говорит, уподобился нисходящим в ров смерти. Казалось, что и Я подобно им подлежу смерти. Однако, как показывает дальнейшие слова, было не так. Между мертвыми, брошенные, как убитые, лежащие во гробе, о которых ты уже не вспоминаешь, и которые от руки твоей отринуты. Он, как беспомощный человек, потерпел крест и страдания, не захотел воспользоваться помощью ангелов, почему и говорит, Я топтал, точила один. Он сделал упрек и Петру, когда тот отсек ухо одному, избравшись его, сказав, или, думаешь, я не могу умолить отца моего и даст мне более нежели 12 легионов ангелов, как же ныне сбудется писание пророков, ибо сему надлежит так быть. Этими словами он показал, что он сам ограничил силу своего божества, чтобы через него исполнилось таинство предсказанного пророками домостроительства. Но в мертвых он был освободен, не только как Бог, но и как безгрешный по человечеству. Вот почему узами смерть и невозможно было удержать его. Между мертвыми брошены, как убитые. Лежащие во гробе, о которых ты уже не вспоминаешь, и которые от руки твоей отринуты. И здесь надо подразумевать был. Он был как раненый, так как иудеи старались представить его в общественном мнении раненым, то есть грешником, и придя к Пилату, называли его обманщиком. А что грешники называются ранеными в Писании, ты можешь узнать это из слов Иеремии. Кто даст голове моей воду, и отча моим источники слез, и плачусь о убиенных черри людей моих. Иеремия 9.1. Это подтверждает и настоящие слова псалмопевства, потому что он называет людей, которым Христос считает себя уподобившимся, не только ранеными, но и изглажденными из памяти Бога, отринутыми от руки Его, спящими во гробе, лишенными сил и деятельности. Но уподобившись им, Христос совершает, однако, воскресение мертвых. Ты положил меня в ров преисподний, во мрак, в бездну. Заметь, как утверждается здесь и истина страданий, и сохраняется достоинство страдавшего. Он полагается, говорит, в ров преисподний, потому что нет ничего ниже ада. Темных указывает через эту тьму на место смерти. Но в то же время выражением все они смертны, указывая на скоро приходящее значение страданий, на то, что Христос был солнце правды, которое только на короткое время скрылось в тени смерти. Окиготела на мне ярость твоя и всеми волнами твоими ты поразил меня. Так как Он понес грехи рода человеческого, то по необходимости на Него пал гнев Божий на грешников. Он подвергся за нас смерти и стал клятвой. И с тех пор, как исполнилось на Нем, то они более уже не господствуют вроде человеческим. Окиготела на мне ярость твоя и всеми волнами твоими ты поразил меня. Под высотами Божьими, разумеется, все высокое, как царство, освящение, соседние, рабо со владыкой, соединение. Таким образом, как всему нашему уничижению Отец подверг Христа, так равным образом даровал Ему и все то, что принадлежит нам Высокого. В Нем мы становимся участниками последнего. А что высотами называется высокое, это ясно показал Иеремия, говоря, «Если вознесется небо на высоту, говорит Господь, Иеремия 31.35, то есть станет выше самого себя». Следует перемена тона, так как, упомянув выше о гробе и смерти, пророк начинает говорить теперь о том, что им предшествовало, о предательстве и кресте. «Ты удалил от меня знакомых моих, сделал меня отвратительным для них, я заключен, и не могу выйти». Об этом говорит теми же словами Лука, когда излагает историю распятия. Стояли же все знакомые его вдалеке, и жены, следовавшие за ним от Галилеи, видели сие, положили меня в мерзость себе. И это исполнилось на Петре, когда он во дворе первосвященника, испугавших, говоривших, «Воистину, и ты от них, ибо речь твоя обличает тебя!» Он начал клясться и божиться, не зная сего человека. Предан был и не исходил. То есть ты удалил от меня знакомых моих, сделал меня отвратительным для них. Хотя он и мог войти, то есть избежать, так как знал время нападения Иудеев, почему и говорил ученикам, «Вы спите и почиваете». Вот, приблизился предающий меня, но благоволил добровольно предать себя. «Око мое истомилось от горести, весь день я взывал к тебе, Господи, простирал к тебе руки мои». Нищетой называется страдание, почему и Павел говорит о Христе, он обнищал ради нас, будучи богатым. 2 Коринфянам 8.9 Итак, очи его ослабели от страданий, потому что он добровольно терпел свойственное человеку. И эти очи ослабели до такой степени, что он даже воззапил, «Илили ламаса вахфани». Весь день простирал и взывал к тебе, Господи, простирал к тебе руки мои. Разумеется, на кресте, потому что он совершил домостроительство страданий, как первосвященник, приносящий до нас жертву, молитвенно простирая руки. «Разве над мертвыми ты сотворишь чудо? Разве мертвые встанут и будут славить тебя?» Пих 11. Здесь он обращается к отцу, желая показать нам причины, почему было необходимо его сошествие к умершим. Последнее заключается в том, что Бог не творит чудес для мертвых, не посылает на них ни молнии, ни грома, не производит ни внезапной бури и ненасти из ясной погоды, ни ведра из ненасти, ни других чудес, какие представляет природа живущим. Не воскресят мертвых и врачи, чтобы видеть эти чудеса. Каким же образом могут исповедаться? Каким образом могут спастись те, которые умерли в неверии, не слышали ни закона, ни пророков и не повиновались им? В дальнейшем пророк предпосылает перемену тона, так как Дух Святой на время прервал его песнопение, хотя речь продолжается о том же самом домостроительстве. «Или во гробе будет возвещаема милость твоя и истина твоя в месте тления?» Кто может быть пророком или законодателем во гробе или в земле погибели? Под погибелью пророк разумеет место мертвых, называя так смерть, потому что там нет никакой надежды на жизнь. Милость Божию и истину, то есть его законы и заповеди, или даже самого Христа, который, подпав власти смерти, в самом гробе мог возвестить милость и истину через суд над всем родом человеческим. «Разве во мраке познают чудеса твои и в земле забвения правду твою?» Продолжается речь о том же. Мраком называется ад вследствие отсутствия света. Тоже означает и земля забвения, так как до сошествия Христа к мертвым эти места были лишены презрения Божия, так что не было и надежды, чтобы умершие познали чудеса Божии и правду, то есть знамение и закон.